В дежурную часть за помощью обратилась пожилая жительница города. Она сообщила о том, что в дневное время в дверь её квартиры постучались мужчины и женщины, которые представились работниками Горгаза. Нефтекамка проводила их на кухню, где неизвестные осмотрели всё газовое оборудование. После проверки газового оборудования и обсуждения неполадок, мужчине позвонил неизвестный. После окончания разговора с ним, мужчина сказал, что можно уже идти. Женщина проводила из квартиры неизвестных и после их ухода обнаружила в комнате беспорядок, вещи были разбросаны и также обнаружила отсутствие денежных средств наличными в сумме примерно около миллиона рублей, которые были годами накоплены ей с пенсией. 31-летняя жительница города оформила в кредит 220 тысяч рублей и перевела мошенникам. Началось всё с того, что ей позвонили и сообщили о том, что некий гражданин по доверенности от неё оформил кредит и собирается снять эту сумму. Для предотвращения данной операции ей необходимо оформить кредит и перечислить на продиктованный счёт. Девушка оформила кредит, сняла в банкомате денежные средства наличными и перевела свои кредитные деньги в сумме 220 тысяч рублей мошенникам. В дежурную часть полиции из банка поступило сообщение об обнаружении купюры с признаками подделки. Установлено, что фальшивый денежный знак поступил из торгового объекта. В настоящее время купюра направлена на экспертизу. В России за изготовление, хранение, перевозку и сбыт поддельных денег предусмотрена уголовная ответственность.